Как различается продолжительность трудовой недели по европейским странам, которые попали в шестую волну ЕСС. То есть стран много, не одна, сравниваем с каким-то конкретным числом, не две страны сравниваем между собой, а все страны, 31 страна. В этом нам поможет дисперсионный анализ. Он также находится в опции Compare Means, поскольку опять же речь идет о средних. Но здесь необходимо несколько подготовительных шагов. Первая обязательность состоит в том, что переменная, измеренная в формате string, то есть закодированная текстом, не будет принята в качестве факторной переменной в дисперсионный анализ. Поэтому необходимо поменять, точнее перекодировать эту переменную. Здесь оптимальным является применение функции AutomaticRecode. Назову новую переменную CountryN. Процедура очень простая. Арифметическое присвоение. То есть по алфавиту упорядочено и присвоение, соответственно, цифр в порядке возрастания по алфавиту. 29 стран. Не 31. Но неважно. Кроме того, применение любого более-менее сложного метода удобно предварять визуализацией данных. Для этого я захожу в чат Builder. Выбираю опцию Scatter.Dot. Левый верхний квадратик. В качестве x-овой переменной переменной по оси Absys выбираю страну. По оси Ординат выбираю интересующую меня переменную, а именно продолжительность рабочей недели. Вот эта переменная. Поскольку речь идет о сравнении средних, то запрошу, чтобы у меня вместо конкретных наблюдений были средние значения. Групповые и средние. То есть для каждой страны средняя продолжительность рабочей недели. Также попрошу выдать мне 3 стандартных отклонения. Будут отростки, соответствующие 3 стандартным отклонениям. Продолжение следует.